Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, уважаемые партнёры. И мне очень понравилось, как назвал Вадим, участников нашего собрания, «деномышленники». Вот прекрасный термин, который очень чётко характеризует ту цель и задача, ради которой мы здесь собрались. Я очень внимательно слушал всех предыдущих докладчиков и уловил чётко абсолютно одну общую деталь. Все говорили о развитии, о потенциале, о том богатстве, которое есть в Украине и особенно в Николаевской области, вы об этом знаете, это наши люди. Это наши люди, это носители идей, носители творчества, это наш потенциал. Это тот потенциал, который невозможно посчитать, невозможно измерить, но его можно чётко оценить. Это наши, ну назовём их им словом, инноваторы. То есть люди, носители идей и люди, которые готовы эти идеи развивать, вкладывать в них деньги и таким образом обеспечить процветание и Николаевщины, и всей Украины в целом. Об этом наш проект лучше один раз показать, а потом об этом ещё рассказать. Поэтому вашему вниманию предлагаю ролик. Это площадка, коммуникационная площадка, на которой мы хотим объединить учёных, инноваторов и бизнес-сообщества, которые вместе и могут продуктивно работать, обмениваться идеями и развивать то, что есть. Также на этой площадке будут проводиться и лекции, и работа с любыми СМИ, с любыми общественными организациями, институтами. В том числе будут проводиться конференции. Вот это то, чем будет заниматься Дома Макатья. Дома Макатья. СМИ, 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 СМИ. Ця проба за усіма ознаками досить успешна уже на цьому этапе. Тобто, «Инновейшн-хаус» стал известен. Он поддерживал прекрасную научную конференцию, которая прошла минулого тижня в Киеве, поддерживает следующий науковый проект, снимал прекрасное видео, постоянно добавляет информационный пространство украинской мовой про науки, про наибольшие достижения. Гарный начаток, и я надеюсь, что это и дальше будет двигаться. Благодарю. Очень интересный проект, как вы уже поняли. Техническая пауза. Я прошу прощения, заполняю. Центры развития инноваций есть во всем мире, в каждой стране, в каждом регионе, на каждом континенте. Уже общепринятый стандарт, они называются «тепло по-домашнему дом инноваций». Это коммуникационные площадки, которые объединяют людей, которые стремятся как развивать инновации, так и развивать ту страну, в которой они созданы, с помощью инноваций. Как и вы, три года назад, когда начинали этот форум, собирали единомышленников, так и мы в прошлом году осенью на одной из центральных площадей города Киева, на Тройской площади, собрали массовое мероприятие, посвященное общественному диалогу на тему инноваций, о том, как инновации могут помочь развитию Украины. Мы пригласили очень известных спикеров из мира науки, из мира бизнеса, из общественных деятелей, просто людей, которые проходили рядом, чтобы понять, насколько эта тема важна, и насколько эта тема волнует сердца, души и умы украинцев. В результате прошедшего мероприятия мы поняли, что все примерно говорят об одном и том же. То есть все стремятся развивать инновации, как ученые, так и стартаперы, так и бизнесмены, но у всех есть одна большая проблема – нет коммуникации. То есть бизнес не знает о том, какие научные изобретения достойны того, чтобы быть проинвестированными, ученые не знают о том, где и как рассказать о своих достижениях, обо своих изобретениях. Стартаперы, если телом еще здесь, но душой они уже в силиконовой долине. То есть они заинтересованы в том, чтобы получить умные деньги, к сожалению, из-за рубежа. Поэтому мы выслушали это все и поняли, что необходимо создавать наш собственный национальный центр развития инноваций. И благодаря нашему инициатору Игорю Янковскому был дан старт этому проекту. Мы создали дом инноваций. На сегодня проект уже живет, действует. Мы поняли, что мир изменился, надо использовать новые подходы. И первый шаг, который мы сделали в развитии инноваций, это шаг в том сообществе, в том мире, у которого на сегодня нет границ. Это цифровой мир. Мы запустили интернет-ресурсы, как в фейсбуке, так и в интернете. Мы открыли страницу в фейсбуке, мы открыли сайт и призвали всех заинтересованных людей провести диалог. Понять, как инновации волнуют людей, как инновации помогают развиваться бизнесу, помогают развиваться здесь, в Украине. Старт был очень правильный. Буквально через 2,5 месяца после того, как проект стартовал, оказалось, что эта тема волнует полтора миллиона пользователей фейсбука здесь, в Украине. Это всего 2,5 месяца. Из них 30% были сразу же вовлечены в проект. То есть они с удовольствием откликались на наши посты, участвовали в дискуссиях, комментировали их, переходили на сайт. Однозначно удачным было то, что мы запустили сразу же англоязычный ресурс, который популяризировал то, что здесь есть в Украине. Те разработки, которые ведутся нашими учеными, сразу же рассказывали об этом на Запад. И с удивлением мы обнаружили, что у нашего канала подписчики, за 2 месяца появились подписчики из 35 стран со всех континентов, которые постоянно читают англоязычный ресурс. Им интересна эта тема. Более того, на нашем сайте мы публикуем комментарии, статьи, новости об украинской науке, об изобретениях, об инновациях. Это колонки наших украинских ученых, это тоже мы публикуем на английском языке, и читают их уже жители 85 стран. Эта тема интересна. Вот небольшой сайт с нашей географией. Вот темно-синим цветом показана Украина, чуть светлее это те страны, которые читают об украинских инновациях. Мы задумались еще об одной проблеме, об украинской науке. У нас на панельной дискуссии присутствовали видные украинские ученые, которые говорили о том, что у них есть проблемы в донесении своих разработок, в донесении информации о том, как живет украинская наука, какой у нее потенциал. Буквально месяц назад мы заказали первое в Украине масштабное социологическое исследование в научной среде. То есть до этого, как оказалось, к сожалению, украинскую науку никто не спрашивал о том, какие у нее есть проблемы и о том, вообще о чем она хочет заявить. И оказалось, что около 55% ученых имеют проблемы с коммуникациями. Они не могут донести свои мысли, используя вот те каналы, которые сейчас есть в Украине. Также мы спросили ученых, а что бы вы хотели, какие сервисы, какие потребности у вас есть. И 90% в сумме из запрошенных ученых сказали, что нам необходима площадка, единая коммуникационная площадка, на которой мы сможем общаться, на которой мы сможем рассказывать о себе, о своих изобретениях, о своих проблемах. Просить инвестиции. И это в целом помогло нам понять, что да, наш проект востребован, наш проект полезен, наш проект направлен на то, чтобы развивать Украину в целом. Мы поддержали несколько крупных международных научных конференций. Одна из них, интегративная биология и медицина, прошла на прошлой неделе в Киеве. Это была первая крупная международная научная комьюнити, приехавшая здесь в Украину, для того, чтобы пообщаться как между собой, так и с представителями украинской науки. Это очень серьезные крупные международные научные спикеры. Буквально на следующей неделе мы собираемся поддержать информационно международную научную конференцию, которую проводят уже молодые украинские ученые из трех городов, из Харькова, Киева, Львова. 150 ученых приезжают во Львов, приглашают иностранных гостей и будут рассказывать о себе, о своих изобретениях, о том, как развивается украинская наука. Мы поддерживаем это мероприятие. И основной посыл нашего проекта в том, чтобы мы открыты не только для классических стартапов айтишных, мы открыты для всех, для ученых, для инноваторов, для изобретателей, для носителей идей, которые хотят донести свои изобретения. Мы также открыты для бизнеса, для инвесторов, которые готовы проинвестировать в национальные, отечественные разработки. Они есть, поверьте. Вот за эти два месяца, которые мы существуем, к нам уже приходят люди, которые рассказывают о себе, о своих изобретениях. Мы готовим абсолютно бесплатно, предоставляем им помощь в том, чтобы подготовить презентационные материалы, видеоролики и выложить у себя в каналах, в Фейсбуке, на сайте, в Телеграме. То есть рассказать об этом как можно большему количеству людей, в том числе и за рубежом, с помощью нашего англоязычного ресурса. Поэтому я обращаюсь ко всем здесь присутствующим с предложением партнерства. Мы готовы сотрудничать, мы открыты. Мы хотим рассказать о талантах, которые есть здесь, в Николаеве, в Николаевской области. Мы хотим пригласить сотрудничество бизнесменов, которые готовы инвестировать в наши национальные отечественные разработки. Тем самым мы все вместе сделаем один общий вклад в развитие нашей Родины. Благодарю за внимание.